ФСБ сообщило о задержании 13 человек, которые планировали массовые убийства. Все задержанные общались в закрытой группе в социальной сети. Один из задержанных намеревался устроить теракт в школе на линейке 1 сентября. Подробности в репортаже. Это кадры захвата. Сотрудники СОБРа врываются в квартиры участников закрытой группы в социальной сети. Кого-то арестовывают прямо в постели. Эти люди, по версии следствия, планировали массовые убийства в России. Использовать хотели самодельные взрывные устройства, зажигательные смеси и холодное оружие. В ходе обыска изъяты личные дневники и средства связи, в которых обнаружены инструкции по изготовлению зажигательных и взрывных устройств, схемы нападения на учебные заведения, здания правоохранительных структур и места с массовым скоплением людей. О своих планах и подготовке они охотно рассказывали друг другу в сети. Уже четыре бомбы собрал. Четыре? Из чего ты их мог собрать? Трубчатые бомбы? Кстати, в инете много инфы. Там и нашел. А вот и эти самые четыре бомбы, готовые к применению самодельные взрывные устройства, с поражающими элементами нашли на одном из складов. Теоретически, грубо говоря, должен вещество детонировать, если там звучит вещество. Красное, типа классическое. Да. Но так как это металл, вот этот, он же будет поражающий элемент. То есть это не просто будет взрыв, да, как, допустим, тротиловая шашка. Кстати, участники сообщества активно склоняли интернет-пользователей к совершению таких преступлений. И кажется, им это удалось. Вот подросток из Красноярского края. Взрыв он хотел устроить в школе на линейке 1 сентября. И заявил, что хотел лишить жизни 100 человек. Свои преступные действия подросток не довел до конца по независящим от него обстоятельствам в связи с задержанием его сотрудниками регионального УФСБ. В ходе допроса подросток полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. 15-летнего подростка заключили под стражу. Расследование дела о подготовке к массовым убийствам продолжается.